Добро пожаловать, друзья, на канал Инвест Хакинг. С вами снова я, Антон, и это ваш ежедневный криптообзор. Сегодня постараюсь покороче. Есть еще много дел в мире офлайн. Сегодня мы поговорим о протестах в Эль-Сальвадор против биткоина, что я думаю по этому поводу. Поговорим про скандал, который разгорелся на OpenSea. И там у нас один из менеджеров занимался инсайдер-трейдингом. Я сегодня расскажу вам про это. И мы, естественно, подумаем, как мы можем на этом заработать, какой проект получит от этого наибольшую выгоду. И порассуждаем, естественно, о этом проекте. Может быть, самые внимательные из вас догадаются уже в начале. Ну, а те, кто не догадается, того ждет сюрприз ближе к середине видео. Ну и будем начинать. Итак, биткоин у нас вчера закрыл очень хорошо свой день на уровне почти 48 тысяч, точнее 48.121. И сегодня немножечко корректируется, набирает сил. Вот он, тот самый золотой крест, про который мы вчера говорили. И все, в общем-то, выглядит прилично. Если мы откроем наши с вами картинки, как я их ласково называю, похоже, что биткоин смог забраться за этот тренд. Видим, что он, в принципе, оказывал эффект и буквально еще в августе, да, ну и берет свое начало аж с января. И, в общем-то, пока этот тренд держится, я думаю, что все у нас будет хорошо. Нужно постараться закрыться, закрыть, например, неделю над уровнем 49. 49 с копейками было бы замечательно. Что касается эфира, эфир у нас тоже, в принципе, выглядит весьма и весьма. Забрался за свой тренд. И сейчас должен закрыться над уровнем 3700, чтобы продолжить свое движение вверх. Ну и, естественно, ключевым уровнем на среднесрочной перспективе является 4000, как такой местный хай. Ну, придержим пока тот козырной альткоин, про который мы будем говорить сегодня. Хотя, я думаю, что самые внимательные уже догадались. Коротко скажу по поводу биткоин протестов. Везде ходят видео и статьи на разных языках. Даже у нас в группе я видел. Пишут, что жгут биткоин банкоматы в Эль-Сальвадоре и протестуют против Наиба Букеле. Наиб Букеле – это президент Эль-Сальвадора, который, собственно, и принял решение узаконить биткоин, то есть сделать его легальным тендером. Ну, давайте подумаем, что здесь мы видим. Ну, во-первых, я уверен, что люди протестуют не столько против биткоина, сколько именно против президента, правящей партии. Ну, и, естественно, оппозиция. Оппозиция есть везде. Она воспользовалась, например, биткоином, чтобы повернуть людей, сказать, что вот биткоин, он падает в цене. Смотрите, вот вам раздали по 30 долларов, сейчас это уже 27. Никто не будет этим пользоваться. Это американская технология. Ну, я думаю, что какие-то такие лозунги наверняка политики применяли, говорили, что все это для коррупции. Вот президент себе придумал, чтобы набить карман. Ну, вы знаете, вы знаете, о чем говорит оппозиция против правящей власти партии. Также и правящая партия говорит против оппозиции. Я это наблюдал в Америке. Я, в общем-то, достаточно аполитично наблюдал это в Америке, как демократы и республиканцы подходили к выборам. Все, что говорят демократы, у республиканцы априоли должны быть против. Это отдельная даже тема американские выборы. Но просто интересно, что, например, казалось бы, не связанные вещи, там, аборт и оружие, да, они одна партия за, другая против. И вот они не могут сойтись. И какой-то человек, может быть, хочет поддерживать, например, свободу ношения оружия, да, но так как он демократ, да, он голосует за демократов, по идее, он не должен это поддерживать или хотя бы публично это не поддерживать. Ну, также и политика, я думаю, в Эль-Сальвадоре настраивает своих, тех, кто против власти, у них появился новый аргумент. Теперь мы против власти, против биткоина. И так вот это и выглядит, да, что-то про наркотики и так далее. Поэтому я думаю, что, ну, и естественно, да, стоит заметить, что президент Наиб Букеле, конечно же, я не знаю про него много, но я догадываюсь, что президент Эль-Сальвадора не белый пушистый товарищ, да, и сам факт того, что он решил принять биткоин в качестве легального тендера, не делает его белым и пушистым, хотя это делает его героем в глазах многих биткоинеров, там, одним из влиятельных людей в мире крипты, да, там, у него много фолловеров, и, естественно, люди поддерживают его и прославляют, да, но надо помнить, конечно, что, ну, только тот факт, что он принял биткоин в своей стране, не делает его, конечно, я опять же повторюсь, таким вот белым пушистым героем нашего времени, хотя я считаю, что для биткоина это большая победа, для Эль-Сальвадора я, в принципе, думаю, что это тоже, скорее, большая победа, время рассудит, время покажет, ну, а протесты, что ж, протесты, они есть везде, и, конечно, неприятно видеть зачеркнутый символ биткоина, но если немножечко включить голову, то можно понять, против чего на самом деле протестуют. Коротко, аукцион Кристис, туда сегодня идут Борды Айпиад Клаб, вышли из Содбис, прошли в Кристис, и вот на первой странице Кристис есть такое произведение искусства, и я знаю, что хейтеры NFT, да, они любят говорить, что это не искусство, да, но я сам, в общем, в традиционном искусстве не очень понимаю, ну, в общем, ладно, даже не будем в эту сферу заходить, в любом случае, интересный мир, в котором мы живем, ну, и что интересно, что в OpenSea, да, та самая крупная площадка, на которой мы все с вами торгуем, это втишками на эфире, на полигоне, да, она у нас замешана в скандале, который случился вчера, менеджер, Нейт, не помню его фамилию, оказался замешан в скандале, в инсайдер трейдинге, да, что он делал, он покупал проекты перед тем, как они будут залищены на главной странице OpenSea, да, но он знал, какие проекты, соответственно, попадут, покупал их сначала, эти проекты попадали на листинг, взлетали в цене, потому что народ покупал их, и, естественно, он их продавал, зарабатывал небольшую, ну, небольшую или большую, кому как, когда, как, вот этот вот спред, да, покупал дешево, продавал дорого, но, что интересно, что он все вот эти продажи переводил, то есть, профит своих продаж он переводил на свой главный кошелек, который всем известен, на котором его криптопанк, который у него стоит на аватарке, и на этом он, собственно, и попался. Один из юзеров OpenSea, да, увидел это, проследил, отследил его кошелек и, как бы, задал вопрос OpenSea, типа, что случилось, почему ваш сотрудник, ваш менеджер, которого мы все знаем и любим, с которым мы общаемся в Твиттере, он занимается, по сути, инсайдер-трейдингом. Попадает это под инсайдер-трейдинг или нет, это отдельный разговор, но интересно, что OpenSea это признала, что, да, он это делал, неизвестно, что они сделали с этим менеджером, пока они никак не прокомментировали, он сам тоже пока никак не комментирует, и, собственно, что можно вывести из этой истории. Первое, это что обычно инсайдер-трейдинг достаточно сложно доказать, для этого пользуются расследования, суды и так далее, и так далее. Сейчас, в новом мире, в 21 веке, когда мы пользуемся блокчейн, это все очень просто и легко доказать, и поэтому, наверное, государства не очень заинтересованы в блокчейн-технологии для голосования, для своего бюджета, потому что очень просто поймать все эти махинации. Это первое. Второе, интересно и странно, что человек, который должен был бы разбираться в блокчейне, как это все работает, он попался, опять же, на таком странном, ну, опять же, ну, на таком незнании, получается, что если бы он это, грубо говоря, переводил на какую-то биржу, там с разных аккаунтов снимал, переводил, и переводил себе уже на кошелек там другие какие-то деньги, или выводил бы их, он, наверное, бы не попался, но как-то очень странно, на таком простом действии он погорел. Это второе. Ну и третье, самое интересное, это то, как нам с вами на этом заработать, как нам получить выгоду с того, что происходит сейчас с OpenSea. В принципе, NFT-комьюнити пользуется OpenSea, но не очень, скажем так, довольны. Есть очень много минусов, и один из главных минусов, что это централизованная площадка, что все VC-инвесторы получают огромные деньги с комиссии, да, вы знаете, OpenSea придет комиссию с продажи 2,5%. И, наверное, мы все-таки будем двигаться в направлении децентрализованных площадок для NFT. И, как заметил Бинни, Бинни Макси, да, тот самый один из создателей, той панк, криптопанк Metaverse, он говорит, что суши, очень нравится тот факт, что у OpenSea случились такие отрицательные новости. Токен вырос на 50% за последние три дня. И почему? Потому что есть площадка ShowU NFT, которая запустится уже в следующих месяцах или в следующем месяце, и все профиты с этой площадки будут раздаваться xSushi-холдерам. Давайте посмотрим на график суши. Он у меня здесь прямо под биткоином, я его передвинул. И мы видим, что с технической точки зрения суши выглядит хорошо. Похоже, что нашли дно, протестили и идут на прорыв. И может кто-то сказать, что это чашка с ручкой. Обычно это бычий сигнал. И, возможно, мы в самом скором времени увидим 20 долларов. Поэтому, с учетом еще фундаментала, возможно, суши это неплохой бай. И лично я, конечно, к суши отношусь, опять же, предвзято. Я не очень, скажем так, люблю, но, возможно, нужно отбросить эмоции и посмотреть все-таки на фундаментал и на график. Если сравнить суши и юни, почему я не люблю суши? Потому что сначала был ини-своп, потом появилась копия суши-своп. Они просто перетянули на себя ликвидность, запустились. Ну, как бы ничего нового не придумали. Они не были первыми. Однако, может быть, это глупо, неправильно, и надо посмотреть чуть-чуть шире. Потому что токен юни, какой бы крутой он не был, как бы круто он не запустился, у него пока нет особо юзкейса, как я еще вчера говорил. Интересно, что маркет капитализации юни 13,7 миллиардов и total value locked, то есть столько, сколько денег залочено на их смарт-контрактах, это почти 5 миллиардов, согласно CoinGecko. Если мы посмотрим на суши, то мы увидим, что у них маркет кап 3 миллиарда и total value locked 5,6 миллиардов. То есть получается даже больше, чем у юни, а маркет кап у него существенно почти в 4 с лишним раза меньше. Поэтому потенциал роста у суши есть. Если мы прибавим к этому еще show you, то самая NFT-площадка, которая того гляди запустится, и если он действительно будет платить проценты держателям x суши, то это круто, здорово, и я не вижу, почему бы суши, токен суши не начал расти. Что такое суши и что такое x суши? Суши своп выглядит так. Давно я здесь не был. Все сильно поменялось. Здесь можно свопать, как мы знаем, да, так же, как на Uniswap, можно делать pool, да, то есть можно проводить ликвидность. Migrate, очевидно, можно заносить свою ликвидность Uniswap сюда. Можно фармить, и здесь есть самые разные фермы, которые можно сортировать по APR. И, кстати, вот полкамон эфир очень даже приличный процент дает. Возможно, я сюда сегодня застейкаю свои полкамоны, чего они у меня пролеживают. Дальше есть BorrowLand, это понятно, и дальше есть Steak. Если мы стейкаем наши суши, то мы получаем x суши. То есть это как бы, как вы стейкаете Pankyxwap или Maki, так вы можете здесь стейкать суши и получать x суши. И вот тем держателям x суши будут как раз раздавать профиты с этой децентрализованной площадки ShowU, да. Поэтому я, пожалуй, заскакиваю сюда. Что делать вам, я не знаю. Каждый решит это для себя. Но выглядит это, в принципе, многообещающе в среднесрочной перспективе. Сейчас буду заканчивать. Покажу вам кое-что. Кто-то мне подарил вот такую забавную голову. Trixels Heads, shout out вам. Удачи. Спасибо. Кто-то довольно прикольно сделал. Даже фон я сначала не понял, потом понял, что это фон с канала. Клево. Спасибо. Подарки всегда приветствуются. Ну и Fancy Franchise. Я еще не решил, буду ли я минтить или нет. Много хайпа и NFT на Солане. У меня еще нет NFT на Солане, кроме кораблей. Буду или нет, не знаю. Но не сказать не могу. Знаю, что очень много хайпа. Просто показываю вам. Если со мной меньше, я вам расскажу. Но, скорее всего, пацану. Поэтому, что вам делать, это, опять же, дело ваше. Мое дело вам эту информацию предоставить. Всем спасибо за внимание. Не берите на себя больше риска, чем можете себе позволить. Увидимся завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok